15 апреля 2020 года команда ученых, повторно проанализировав данные космического телескопа НАСА Кеплер, обнаружила в созвездии Лебедя землеподобную экзопланету, удаленную на 300 световых лет от НАСС. Экзопланета, получившая название Кеплер 1649С, вращается вокруг красного карлика Кеплер 1649, расположившись в обитаемой зоне. Кеплер 1649С – это область, где каменистая планета может поддерживать жидкую воду на поверхности. Кеплер 1649С – это вторая по удаленности подтвержденная экзопланета в системе Кеплер 1649. Ближе всего к звезде расположена экзопланета Кеплер 1649Б, которая похожа на Венеру. Что касательно Кеплер 1649С, то НАСА ее идентифицировала как скалистую планету, которая очень похожа на Землю. Сходство между Кеплер 1649С и Землей. Радиус Кеплер 1649С на 2,6% больше радиуса Земли. Масса Кеплер 1649С примерно на 15-20% больше массы Земли. Расчетная равновесная температура Кеплера составляет порядка минус 39 градусов Цельсия при Альбедо. Это характеристика отражательной способности поверхности, равной нулю. Равновесная температура Земли составляет минус 18,15 градусов Цельсия. Но парниковый эффект обеспечивает среднюю температуру в 15 градусов. Если Кеплер 1649С имеет такую же плотную атмосферу, как у Земли, то средняя температура на поверхности будет составлять примерно 9-12 градусов Цельсия. Различия между Кеплер 1649С и Землей. Кеплер вращается вокруг своей звезды с периодом обращения 19,5 дня. Расстояние между планетой и звездой примерно в 15 раз меньше, чем расстояние между Землей и Солнцем. Но так как Кеплер 1649 это красный карлик, то этот параметр не является критичным. Кеплер 1649С получает на 25% меньше энергии от своей звезды, чем Земля от Солнца. Но этого более чем достаточно для зарождения и поддержания сложных форм жизни. Важно отметить, наблюдая за звездой Кеплер 1649С, астрономы еще ни разу не зафиксировали мощные вспышки с ее стороны. Компьютерные модели с использованием имеющихся данных показали, что климат Кеплер 1649С скорее всего похож на земной. Джефф Кафлин, директор научно-исследовательского отдела сети К2, назвал эту экзопланету наиболее похожей на Землю. Обнаруженный космическим телескопом НАСА Кеплер, вероятность обитаемости Кеплер 1649С составляет впечатляющие 90%. Всем спасибо за внимание и до новых встреч! Корректор А.Кулакова